Добрый день! В эфире передача «Женский портрет» у нас в студии Журналист, писатель, автор пяти книг, переводчик, альпинистка Елена Шуваева-Петросян Добрый день, Елена! Здравствуйте! Рада вас приветствовать! Мы тоже рады, что ты пришла в нашу студию Елена, ты долгие годы живешь в Армении В одной из твоих записок я прочла, что тебе вначале было сложно привыкнуть Но потом получилось, что уже продолжительное время ты живешь, обосновалась здесь Что изменилось? Первый раз я приехала в Армению в 1999 году Естественно, Армения в 90-е и Армения сейчас Это будто бы две разные страны Единственное, что за этот период, мне кажется, не изменились люди Вот эта душевность, которая есть в армянах Она сохраняется на протяжении, получается, почти 20 лет, что я здесь живу Переехала я в Армению в 2001 году Еще было сложно в стране жить Я помню, мы жили в центре Еревана, но даже в тот период в центре Еревана воду давали 2 часа в сутки Во всех квартирах было холодно И, естественно, после Москвы, после Лондона Приехать в Ереван и испытывать такие бытовые трудности Сначала было непривычно Но где-то через месяц жизни в Армении я взяла себя в руки И поняла, что русские не пропадают нигде Тем более Армения мне очень понравилась И я вдруг почувствовала вот этот какой-то внутренний импульс Что я могу здесь жить и я могу себя здесь реализовать И, видимо, от настроя человека зависит многое Ты родом из России, из Волгоградской области И вот уже около 20 лет живешь в Армении Как ты охарактеризуешь свои отношения с Россией и с Арменией? Как ты относишься? Где твой дом? Я не могу отделить на данный момент для меня и Россия, мой дом, и Армения, мой дом уже В России у меня мой родовой дом Мои родители, мама, папа, брат, сестра В Армении у меня дети, в Армении у меня тоже уже дом И это как-то так очень гармонично, очень равномерно в моей жизни распределяется Я не могу жить без России и не могу жить без Армении Когда я еду в Россию, через некоторое время на горизонте А горизонты, как вам известно, в России другие, в Армении другие На горизонте я вижу горы Когда я в Армении, я начинаю представлять наши русские горизонты И это какая-то такая тоска по земле Еду в Россию, напитаюсь той энергией родного дома, возвращаюсь в Армению Здесь напитаюсь энергией гор, энергией солнца И хочется в России В своих произведениях ты часто пишешь об армянском культурном, историческом наследии За что часто в сети бывают не самые приятные комментарии? Как ты к этому относишься? Наверное, это все-таки с опытом Я привыкла реагировать спокойно на критику Спокойно на какие-то замечания и даже оскорбления Потому что очень многие оскорбления, которые я получаю Они носят неадекватный характер И реагировать на них Это больше, так сказать, давать поводов этому человеку развивать конфликт Недавно был подведен итог конкурса Армянские мотивы, литературного конкурса И ты являешься организатором, координатором этого конкурса Расскажи, пожалуйста, об этом конкурсе И насколько активно принимают участие в нем иностранцы В этом году конкурс был проведен в пятый раз При поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване Вообще идея конкурса возникла из того, что когда-то Наверное, начиная еще из прошлого века, из позапрошлого Армении посвящали лучшие свои произведения Можно сказать, русские писатели, русские поэты И когда я переехала в Армению, возникла такая мысль А почему бы не попытаться объединить, не собрать этих поэтов Которые живут в разных странах, которые приезжали в Армению И Армения их вдохновляла И есть ли таковые, так сказать, первозадача была И первый конкурс показал, что к Армении интерес не угасает Что об Армении пишут, Армения действительно вдохновляет Мы провели первый конкурс, второй, третий По итогам трех конкурсов вышел в свет сборник С аналогичным названием «Армянские мотивы Армения» В произведениях русскоязычных писателей разных стран На тот момент в конкурсе участвовало около 20 стран В этом году те же показатели Авторы другие, произведения тоже другие Но это лишь говорит о том, что Армения интересна Армения впечатляет людей Ну вот, а ты сама, когда пишешь, что тебя вдохновляет? Что тебя впечатляет на новые произведения? Вдохновение — это какое-то такое неуловимое, на мой взгляд, даже божественное состояние Дарованное, не знаю, Богом, Вселенной И главное — его почувствовать, его поймать И вдохновение приходит абсолютно неожиданно И я даже порой не понимаю, что меня может вдохновить Меня может вдохновить погода, человек, даже мое настроение И строчки рождаются, то есть есть страх, всегда есть страх чистого листа, белой бумаги Но когда ты пишешь первую строчку, она тянет за собой вторую, третью, четвертую и так далее Лена, а ты бы могла что-нибудь из своих произведений сейчас для наших телезрителей прочитать? Да, с большим удовольствием Я хотела бы прочитать стихотворение из цикла «Арбузы на минном поле» Цикл был опубликован в журнале «Знамя» Стихотворение посвящено мужчине по имени Саркиз Эта история связана с моей поездкой по приграничным селам В данном случае Джанфида и Пшатаван Была цель такая проехать по селам пограничным Армения-Турция, Армения-Грузия, Армения-Азербайджан И написать, как живут там люди И в Пшатаване, когда я туда приехала Я познакомилась с мужчиной по имени Саркиз, как я уже сказала И он стал моим проводником Вместе с ним мы попали в буферную зону между Арменией и Турцией В буферной зоне крестьяне выращивают У них там плодовые сады, бахчевые поля И с 7 часов утра до 5 часов вечера Они имеют право посещать эту территорию И Саркиз меня повез на эту территорию Меня очень все впечатлило Потому что мы сидели на берегу Аракса Мы ели арбуз и наблюдали о жизни, которая происходит за Араксом Солнце на лице Саркиза выжигает дополнительные годы Ветер с лица Саркиза сдувает нежную молодость Земля на лице Саркиза корой заменяет кожу Глаза Саркиза наполнены закатом, заораратом Волосы Саркиза изъедены сединой Руки Саркиза похожи на кирзу Ноги Саркиза вросли в приграничную зону Саркиз из камней сооружает дамбу Чтобы остатки армянской земли Не уносились Араксом к туркам Саркиз выращивает арбузы на минном поле Саркиз строит два дома на границе Чтобы его сыновья стали стражами армянской земли Как он, Саркиз, сын Мисака Мы с Саркизом ровесники, но для меня он отец Спасибо большое Ты также увлекаешься альпинизмом В прошлом году ты повела две группы на арарат Как получилось, что ты увлеклась этим экстремальным спортом? Я родилась в Волгоградской области Как известно, это степная зона И я никогда не видела в жизни гор У нас там была гора, называлась Краишевская Но когда я приехала в Армению и увидела горы Я поняла, что наша гора, это холмик Естественно, после переезда в Армению Мне захотелось пойти в горы Но я на тот момент еще не знала, что самая высокая точка в Армении Это Арагац И мы пошли на Арагац на северную вершину Это был очень такой интересный опыт Потому что мы были абсолютно не подготовлены Ни по одежде, ни по обуви И когда мы возвращались, мы достигли вершины Возвращались с вершины Я вдруг поняла, что моя обувь, она просто протерлась до дыр Я шла, так сказать, босыми ногами по камням Но это меня не отвратило от горы Наоборот, вот та энергия, которую я получила Она действительно, она заражает, она зовет И через некоторое время я уже подошла к этому более профессионально Прошла курсы при Федерации Армянской Федерации Альпинизма У нас была замечательная группа Мы прошли и уроки скалолазания И восхождение на горы И первой помощи И вязание узлов Прошли очень много гор в Армении И тогда возникла идея пойти на Арарат Первый раз я поднялась на Арарат С группы моих коллег, моих друзей по Федерации Альпинизма В 2013 году В 2014 поднималась, в 2015 Потом Арарат был на 4 года закрыт И в прошлом году, слава Богу, его открыли И хлынул такой поток и армян, и русских Которые просто хотят подняться на эту библейскую вершину И в прошлом году у меня были две замечательные группы Первая группа это армяне из России Вторая группа армяне из Америки, но русскоязычные И люди идут с таким настроем на эту гору Что вольно-невольно Помимо того, что ты заражаешься энергией горы Ты заражаешься и их радостью, и их ожиданиями Их какими-то чаяниями Естественно, по итогам восхождения Мне хочется писать об этом Тем более о Барарате О Барарате я написала несколько очерков И это действительно такая гора, которая Вот она зовет И гора, можно сказать, начало А, по-моему, это ощущение Каждый человек хочет Хочет почувствовать этот шанс Что можно что-то начать сначала Я знаю, что ты также получала травмы Когда ходила в горы И после этого ты все равно не перестаешь ходить Я считаю, это и так Надо быть очень сильным по духу человеком Чтобы как-то не сломаться, чтобы не бояться Считаешь ли ты себя сильным человеком? Ну, что самое интересное Травма, о которой ты говоришь Она была получена не в горах Вот И травма была очень сильная После этой травмы я лишилась связки, мениска И мне врач сказал, что я буду с трудом ходить в городе Про горы можно забыть Но, слава богу, у меня есть такие друзья Которые не позволили мне упасть духом И через три недели они меня вытащили из больницы Мы поехали в Карабах Хотя моя нога была перебинтована Они мне просто помогли подняться на гору Я просто почувствовала, что я смогу, я должна Потом со мной занимался тренер, который сказал, что Тренер очень взрослый, дедушка И он сказал, что он поставил на ноги очень многих людей И как бы не проблема, ты поднимешься на Арарат Я тогда готовилась как раз к первому Арарату И мы с ним тренировались в Титернакоберте Он заставлял меня забегать на гору Титернакоберте На полусогнутых ногах, чтобы накачать мышцы И действительно через три месяца я была на Арарате И чувствую ли я себя сильным человеком или нет? Наверное, да Потому что это ощущение силы мне именно подарили горы Я в горы пошла, наверное, в самый трудный период моей жизни Именно за этим ощущением И когда ты идешь в горы и преодолеваешь трудности Люди, которые рядом с тобой, они показывают себя Чаще с лучшей стороны, реже с худшей стороны В то же время и ты сам себя проявляешь по отношению к природе, к горам, к людям Естественно, как-то закаляется характер Естественно, формируется новый человек И, наверное, горы из меня сделали нового человека Которого можно охарактеризовать как сильного Ты много ходишь в походы, кроме гор Знаю, что ты была вот в этом году в Иране В христианских храмах Можно ли это назвать паломничеством? И какие у тебя впечатления от этой поездки? В Иране я бывала не первый раз В Иране я бывала много раз Тоже началось все когда-то с гор Восхождение на высшую точку Ирана Демавент После этого возник интерес узнать Иран уже другой Исторический, культурный И последняя поездка была связана с армянскими святынями Христианскими храмами Проехали мы несколько городов, несколько мест Джульфа, Урмия, Тибриз, Ордебиль Очень красивые места И иранцы очень трепетно, очень, так сказать, бережно относятся к христианским святыням Большинство мест не только отреставрированы и находятся в очень хорошем состоянии Но еще и охраняются Меня удивило, что многие храмы Даже если служба проходит один раз в год Они отапливаются Ты заходишь в храм, ты чувствуешь там тепло, чувствуешь очаг Чувствуешь, что какая-то заботливая рука бережет эту чужую святыню И иранцы, они не присваивают себе ничего Когда спрашивают, что это за храм, они рассказывают Да, это армянский храм, да, это ассирийский храм Очень много сохранилось армянских храмов Очень много сохранилось ассирийских храмов Хотя на данный момент в Иране не так много проживают армян и ассирийцев Можешь рассказать, поделиться своими планами и задачами на ближайший год? Планов, как всегда, много Некоторые идеи, причем, рождаются спонтанно и также реализуются спонтанно А есть планы, так сказать, долгосрочные В этом году я планирую как минимум два раза подняться на Арарат Потому что пока Арарат открыт, мне хочется туда возвращаться Пользуясь этой возможностью Мне хотелось бы закончить мою диссертацию по теме Армения в творчестве русских писателей второй половины 20 века Пока из, так сказать, планов первого полугодия это эти планы Желаем тебе удачи во всех твоих начинаниях Мы тоже будем следить Спасибо большое И по возможности участвовать в твоих, возможно, восхождениях И рады были тебя здесь принять Спасибо большое Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok